и продолжить рассказ про рассаду питонии я хочу с ампельных и каскадных и супер каскадных так это у меня будет уже вторая часть если кто не смотрел то зайдите либо в плейлист и либо посмотрите в инфобоксе я там дам ссылочку на начало на первую часть где рассказываю питониях и своих семян которые я собирала это уже семена которые куплены в магазине в основном от обе леруа мерлен ну и прочее так и начну я с питоне ампельная лавина лавина пурпурная так сейчас это вся рассада посажена у меня 24 января то есть ей где-то полтора месяца вот лавина пурпурная у меня здесь вот под цифркой 13 вот этих вот цветочка растюшки но сказать что они как-то уж прям очень сильно отличаются между собой нет все примерно одинаково развиваются уже начинают вот там показывать боковые побеги я уже ее подкармливала стараясь не перекармливать потому что хочу еще ее хотя бы пару недель ну но неделю уж точно додержать вот в этих емкостях но уже надо пересаживать ее 200 граммовые стаканчики но это теперь когда только новый стеллаж куплю потому что места уже нету вот такая лавина пурпурная значит следующие вот здесь вот рядом составлю чтобы можно было так сравнить они все-таки отличаются вот вот скажем так с левой стороны вот здесь идет лавина пурпурная а с правой стороны это уже петуния вот такая летний звездопад смесь ампельная и вот это петуния я их просто рядом сейчас поставлю вот вот то что вот здесь вот все вот это тоже вот казалось бы этот один и тот же один и тот же сорт но мне кажется что они развиваются немножечко по-разному зависит от нахождения под лампой в каком месте они находятся чем ближе а свет чем тем чем ближе лампа вот немножко перепутал вот эти два еще цветочка там уже другой сорт то есть у нас три вот этих вот и два вот этих вот вот чем ближе лампа тем они более приземистые вот как этот вот такой он более расплющенный чем дальше лампа тем более растюшка вытянутая но тем не менее и у тех у других уже выходят боковые побеги так же как и у ампельной лавины пурпурной эти тоже уже начинают куститься уже начинают выпускать вот боковые побеги вот так следующее такая достаточно хорошо развивающийся петуни она меня прям так радует хорошо это вот такая вот петуния и вот здесь еще вот 4 штучки вот всего получается у меня их 10 штук это петуния джаконда джаконда белая и поскольку поскольку что у меня опера в очень плачевном состоянии из заявленных пяти семян в пакете было только три и из заявленных трех у меня осталось только два и то они такие хилы-хилы еле развивается я в общем-то довольна что вот эта белая джаконда прекрасно развивается но опять же таки тоже уже требует чтобы ее пересадили в более объемные контейнеры что собственно я и сделаю вот в ближайшие недели две буду постепенно их рассаживать по контейнерам но не вся из петунии джаконда развиваются как белые есть у меня еще из джаконды вот таких два экземпляра это красная и фиолетовая с белым и они вообще в общем плохо всходили очень плохо особенно красный вот из красных осталось только два и растут они очень 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 плохо вот так вот за этот же период развивается красная да но вот просто для сравнения я могу просто вот сравнить да вот вы сравните вот кустик и вот кустик в одно время посажены в одной земле растут в общем все одинаково но развитие очень разные но они изначально были очень хиленькими такими но тем не менее хиленький не хиленький но кустик тоже уже начинает давать вот боковые побеги вот этот вот еще нет а вот этот уже начинает давать так что вот и вот такая джаконда фиолетовая с белым тоже собственно говоря не особо радует их тоже осталось если красных осталось две то вот этих вот красных осталось до 2 и вот этих вот тоже вот вот их тоже вот они они тоже особо ну скажем на полутора месячные растения не особо выглядят но оставлю посмотрю послежу за развитием пока никуда пересаживать не буду им пока хватает и это то еще он видите корней нету даже абсолютно то есть не очень то они тут но это вот еле-еле-еле они развиваются ну может быть и смысла нет с такими возиться но я пока оставлю если честно мне жалко просто вот так еще вот такой здесь у меня два вида посеяно не но не все конечно но как представители да это изи вэйв бургунди ампельная бургунди велюр и шок в дипе пол вообще нет для меня очень похожи возможно они чем-то там будут отличаться потом в дальнейшем но они и развиваются очень похожи так вот здесь скажем если вытащить посмотреть сейчас я попробую просто вытащу это вот они примерно все одинаковые хотя тут есть немножечко это шок ну да идут уже вот там боковые побеги идут но все равно кустик такой достаточно скромненький я бы сказал для шоков то но опять же таки будем подкармливать будем пересаживать корни корни развиты практически уже можно пересадить я думаю что когда она пересадится в больший объем она будет более хорошо себя чувствовать и возможно как бы так ну вот тут экземпляр какой мне достался это полтора месяца вот кустику конечно изи вэйв но тоже мелковатый но я могу что они не очень хорошо сходили в принципе все поэтому с ними будет немножечко проблематично их не очень много из 10 штук о вернись из из пяти каких-то меньше зашло каких-то больше но во всяком случае вот такое развитие полтора месяца сейчас мелковато я считаю для полуторамесячной рассады здесь вот корневая немножко послабее но тоже уже можно пересадить и я думаю что с пересадкой может быть земля и мне очень нравится это попробую в другую землю посадить может быть пойдет лучше рост их так следующие две пятунки это серия лавина пурпурная звезда и вот такие простенькие супер каскадные так что у нас значит с лавиной лавина выглядит сейчас вот так напомню что рассаде получается полтора месяца у некоторых мы видим видите закручиваются немножко как бы так листочки но для пету нет не смертельно вот эта часть она стоит дальше от света и сразу видно вот видите посмотреть насколько они разные не сейчас надо будет повернуть чтобы они немножечко выровнялись они даже по цвету немножечко отличаются так то они в общем то примерно одинаково развиваются их тут вот все вся эта питань к это вся вот эта лавина пурпурная звезда да уже начинают идти вот боковые побеги прищипывать я ее здесь не прищипывала я ее естественно подкармливала подкармливала как и все остальные питоньки что касается корневой системы то здесь еще она не все заняла поэтому корневая система но не очень и видите развита поэтому пока наверное нет смысла и отсюда пересаживать хотя вот честно я немножечко уже грешу на свою землю надо все-таки было по посадить ее в более рыхлую землю немножко жестковато она такая даже не жестковато плотноватая так сказал для питания земля вот это которую я использовала со своего огорода из томатного парника немножечко она плотновато я попробую несколько пересадить в другую землю и посмотрю как она будет на это реагировать так и еще вот тут в основном все это вот смесь вот такая вот обычная супер каскадная гибридная немножко может они поменьше вот такие они все кустики как-то они в общем то даже под корешки здесь получше хотя с я говорю что земля у всех одинаково просто вот по-разному как-то развиваются они по-разному они осваивают это все вот вот такие два два кустика но не примерно все одинаковые тоже уже начинают а вот нет здесь еще не выпускают где-то вот они были здесь еще нету боковых побегов еще все-таки она растет возможно вот скоро тронется в центральный побег но пока я ее тоже еще пока пересаживать не буду принципе здесь в основном они все вот одного сорта здесь только один кустик вот этот вот вот он относится вот к лавине так что вот это два таких еще вида так следующий петоники это серия опера опера скажем так все вообще по-разному самые худшие себя показали из этих вот синие белое красное это белые я вам говорила что уже во первых положили вместо пяти заявленных семян только три и у меня их осталось извините только два и вот так вот они сейчас развиваются ну я бы так сказала знаете такие хиловатые кустики один вообще вот еле-еле душа в теле не знаю буду смотреть наверное все-таки пересажу в землю в другую может быть вот что я говорю что может быть дело действительно в земле но хотя другие вот кусты другие же растут в точно такой же земле и тем не менее да но вот эти вот очень капризные очень себя плохо показывают вот тоже самое собственно говоря но может быть более лучший вариант да это вот опера красная вот они чуть-чуть побольше кустики но я говорю что это вот я еще тут подальше немножечко держала от цвета и они немножечко скрутили вот листочки но это не это как раз меньшее зло это легче всего поправляется вот но буду смотреть и еще землю корневая система здесь у них тоже вот вроде бы уже есть в горшочках но не заполнила еще полный объем может быть им тяжело как-то в этой земле плотной такой может быть что то ну попробую говорю что пересадить посмотрю как она себя покажет и вот синяя опера ну примерно все вот такое видите очень очень долго 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 сидят очень долго развиваются вообще были очень мелкие самые мелкие 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 мельче нет нету и и супер каскадной обычная такая вот красная в принципе она взошла нормально но развивается она точно так же как и вот эти оперы тоже вот такая мелкая хотя схожесть была приличной но развитие не очень вот так сказать что я прям как-то очень 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 довольна это рассады которые вот сажала в первом этапе до самой ранее это повторюсь сажала я ее 24 нет конечно есть какие-то плюсы есть минусы где-то может быть я сама виновата где-то и виноваты те кто продают нам очень старые старые семена которые еле-еле всходят опять же таки но все свои лично ошибки я буду учитывать на следующий год еще до конца все это не выращено так что буду смотреть еще два этапа у меня еще было посадки 22 срока я еще сажала но об этой рассаде я расскажу уже наверно в следующих частях